Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 13 сентября. Как всегда, пройдемся по всем знакам и садьякам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Шестерка. Шестерка чаш. Здесь, может быть, кто-то вернется к вам с прошлого. Может быть, кто-то позвонит, созвонитесь с кем-то. Какая-то встреча произойдет. Может быть, вы восстановите, возобновите отношения с кем-то. Со старыми знакомыми или с подругой, допустим. Может быть, какая-то связь с прошлого вернется, восстановится опять. Какие-то отношения могут восстановиться. Может быть, это ваш бывший партнер. Может быть, это дальние какие-то родственники, с кем вы перестали общаться, а теперь опять начнете, может быть. Также это, может быть, такие приятные, теплые воспоминания о прошлом. Это, может быть, о вашем детстве. Это, может быть, что-то в этот день вам может напомнить о прошлом. Это такие приятные воспоминания. Может быть, вы поедете в какое-то место, которое, знаете, будет вам очень нравиться, которое будет по душе, будет подходить вам атмосфера, может быть. Или на природу куда-нибудь поедете, может быть. Или получите подарок, благодарность, может быть, от кого-то. Вы кому-то, может быть, помогли. И здесь получите подарок такой в качестве благодарности от кого-то. Селец. Король. Король Пентакли. Стабильное финансовое положение. Здесь финансово, здесь все в порядке. Человек доволен. Он гордится собой. Гордится какими-то своими достижениями, потому что он чувствует себя финансово очень комфортно. Это также какие-то приобретения, какие-то покупки могут быть для своего комфорта, для дома. Также здесь нужно вести себя, будет ответственно в плане своих финансов. Здесь, может быть, нужно планировать, обсуждать, вести разговор за свои финансы с кем-то. Брать чей-то совет, учитывать чье-то мнение, может быть. Здесь еще это может быть либо получение денег, либо вы будете делать какие-то выплаты в этот день. Может быть, вы будете оплачивать налоги там, или кредиты гасить, возвращать кому-то деньги. Либо вы ждете финансовой поддержки от кого-то, в поступлении каких-то денег. И здесь, судя по этой карте, вы получите какую-то сумму денег, финансовую поддержку от кого-то. Близнецы. Девятка. Девятка чаш. Здесь завершение цикла, исполнение желания, получение какого-то результата. Может быть, быть довольными, быть счастливыми, ходить по гостям, встречать гостей, праздновать что-то, отмечать что-то. Получать какие-то приятные подарки. Может быть, здесь кто-то сделает для вас приятный сюрприз, подарит вам что-то. Или здесь неожиданные какие-то перемены. И здесь вот эти перемены вас могут обрадовать. Здесь эта карта, знаете, как радости, счастья, когда вы будете чему-то радоваться, будете довольными. Также еще, может быть, будете радоваться у внутреннего ребенка. Это позволять себе большего, лучшего, тратиться на себя, дарить себе подарки, может. Или ходить, не знаю, по салонам, по магазинам. Ну, что-то делать, то, что будет вас радовать. Или, может быть, известие, новости какие-то можете получить. Очень такие потрясающие. Рак. Десятка. Десятка чаш. Здесь завершение какого-то цикла, получение результата. Здесь эмоции. Эмоции радости, эмоции счастья, хорошего настроения, когда есть повод, чему порадоваться. Может быть, здесь удача, везение, успех какой-то, какие-то достижения могут быть. Здесь, знаете, события такие в течение дня будут происходить. Они будут просто вас радовать, мотивировать, когда вы будете просто довольными. Здесь будет повод, чему порадоваться. Может быть, вы делали какие-то инвестиции, вложения, и здесь будет хороший, потрясающий результат. Может быть, вы, не знаю, сдавали экзамены, готовились к чему-то, или делали какой-то проект, допустим. И, наконец-то, здесь это заканчивается, завершается. Вы получаете какой-то ответ, результат. И, естественно, здесь результаты будут вас радовать. Это семейный какой-то праздник. Может быть, будете отмечать чьи-то день рождения, что-то праздновать, веселиться. Может быть, вы отправляетесь куда-то вместе отдохнуть. В плане отношений, здесь отношения могут перейти на другой уровень. Здесь стабильность, здесь комфорт, здесь, может быть, знаете, вы женитесь, или вы съезжаете и начинаете жить вместе, или что-то вместе приобретаете. Может быть, это для вас новоселье, потому что здесь купите, может быть, недвижимость. Ну, здесь что-то, может быть, будет радовать. У всех может проиграться по-разному. Лев. Семерка. Семерка Пентаклей. Здесь стабильное финансовое положение. Человек задумывается о своем финансовом положении на будущее. Поэтому он делает какие-то вложения, вкладывается во что-то, собирает денежки, может быть, копит, потому что, может быть, будет делать какие-то выплаты, оплаты здесь. И здесь нужно будет жить на какой-то определенный бюджет. Может быть, здесь, знаете, нужно гасить какой-то кредит, отдавать какой-то долг, оплачивать, может быть, обучение, потому что здесь какая-то ответственность на какой-то период определенный. И вот именно здесь нужно будет как-то экономить, не жить на широкую ногу. Даже если вы будете тратиться в этот день, вы будете несколько раз думать, прежде чем потратиться. И здесь, наверное, человек все-таки задумывается о каких-то финансовых вложениях для того, чтобы пополнить свой капитал. Может быть, кто-то будет инвестироваться, может быть, кто-то вкладывается в свое обучение здесь, потому что здесь не обязательно вложения должны быть физические деньги. Это может быть и когда вы вкладываетесь в обучение, когда вы тратите свою энергию, учитесь чему-то для того, чтобы потом воспользоваться этими знаниями и зарабатывать лучше и больше, чтобы увеличить свой капитал. Ну или здесь вы, как бы, ответственность ваша личная, что-то касается вас или, может быть, кого-то, может быть, ваших детей, да, может быть, вы кому-то там оплачиваете что-то на какое-то определенное время. И здесь нужно экономить, здесь нужно собирать денежки, делать какой-то бюджет, планировать, может быть, здесь задумываться о финансах, просчитывать что-то, доходы, расходы. Дело. Ирафант. Карта Ирафант здесь, знаете, быть мудрыми, может быть, будете давать кому-то какой-то мудрый совет, либо, наоборот, будете его получать. Это как слушать своего наставника, своего учителя, своего гуру. И здесь именно, знаете, идти по стопам своего учителя. Может быть, вы учитесь, обучаетесь. Это для вас, может быть, какие-то навыки. Может быть, вы вебинар будете слушать или на лекции сидеть. Или здесь какой-то религиозный обряд может произойти. Потому что здесь именно, знаете, благословение священника. Это может быть религия, что-то с религией связано. Это может быть Кристины, это может быть венчание. Либо здесь еще вариант может быть, когда это заключение какой-то сделки. Купля-продажа, например. Или кто-то в этот день будет оценивать вас. И здесь такой человек будет в роли судей, допустим. Или вы в такой позиции окажетесь, когда вам нужно будет кого-то оценивать. То есть, может быть, вы руководитель и будете принимать кого-то на работу, на какую-то должность. И собеседование проводить. И, естественно, принимать решение, кого выбрать из состава команды для себя. Ну, так еще может быть. Весы. Королева. Королева Пентакли. Стабильное финансовое положение. Все комфортно, все в порядке, все хорошо. Здесь человек получает результат своих действий, получает какие-то деньги. Может быть, кто-то вам будет выплачивать что-то. Или вы в этот день будете тратиться для своего комфорта, для дома. Также еще здесь может быть, когда вы будете вести себя очень практично и ответственно в этот день в плане финансов. Может быть, здесь, знаете, будете либо планировать что-то в плане финансов, либо обсуждать ваши финансы с кем-то. Либо принимать какое-то важное финансовое решение придется здесь. Или какие-то покупки могут быть здесь для вас. Скорпион. Пятерка. Пятерка Пентакли. Здесь финансовый кризис может возникнуть, когда нехватка денег, переживать будете. А по поводу своих финансов. Может быть, предстоят какие-то выплаты, что-то нужно оплачивать, какие-то непредсказуемые траты могут возникнуть. Человек очень сильно будет волноваться, переживать в плане того, что осилите вы это или нет. Или, может быть, это какая-то потеря денег, потому что внезапно, может быть, какую-то крупную сумму нужно было потратиться на что-то. Или, может быть, здесь такие непредсказуемые траты, где человек задумывается, сможет ли он потянуть это на себе. Что-то, может быть, касается места жительства. Может быть, вам нужно срочно выезжать, съезжать из дома, менять место жительства. Или аренда квартиры, может быть, внезапно поднялась. Или, может быть, вы оказались в такой ситуации, что негде жить. И здесь тогда нужно будет просить помощи, просить финансовую поддержку от кого-то. Если все то, что я перечислила, не связано с вами, здесь, может быть, кто-то оказывается в такой ситуации и просит помощи у вас. Либо что-то связанное с жильем, либо финансовую помощь будет просить. Или вы в долг будете давать, или кому-то что-то будете оплачивать. Стрелец. Карта колесница, карта прогресса, карта движения, карта лидера. Когда вы лидируете, контролируете какую-то ситуацию, что-то происходит под вашим контролем, под вашим управлением здесь. Здесь какие-то события развиваются, может быть, очень быстро. Или то, что вы задумали в этот день, будет складываться очень хорошо. Или будете получать какой-то результат уже. Результат чего-то, известия, новости какие-то, может быть. Еще что здесь может быть, когда нужно будет, может быть, ехать куда-то. Может быть, это какая-то поездка состоится. Это может быть планирование путешествия, переезда. Но самое главное здесь совет по этой карте, в этот день придется контролировать свои эмоции. Чтобы они вам не мешали действовать дальше. А в каком направлении, может быть, действовать. Не закрывали вам путь своими эмоциями. Просто их нужно, наверное, сдерживать, как-то контролировать. Если они у вас будут бурлить. Вот так еще. Или что-то связано еще, может быть, знаете, с транспортом. Может быть, это как покупка транспорта. Или, может быть, вы менять будете транспорт. Или решать какие-то вопросы с транспортом. Еще, может быть, когда вы выполните какой-то проект, вы что-то хорошо, очень сделаете. И здесь это как признание. Когда публика признает вас. Когда, знаете, вас хвалят. Может быть, на работе что-то сделаете. Потому что здесь, может быть, какие-то действия, которые могут заставить вас гордиться собой еще. Вот так еще может проиграться. Козерог. Восьмерка. Восьмерка жезлов. Получение известий, новостей. Произойдет какой-то сдвиг, прогресс в каких-то ваших делах. Это неожиданные, внезапные какие-то известия, новости. Какой-то раздастся здесь звонок, который заставит вас двигаться вперед. Здесь немножечко будете, как белка в колесе. Много работы, много дел, много, что нужно успеть. Позвонить, съездить, может быть. Кто-то даже полетит куда-то, потому что здесь может еще и давать и полет. Или здесь вы будете уже видеть ростки своих действий. Это как получение результата. Какие-то возможности перед вами будут. Здесь какие-то двери перед вами будут новые открываться. Или здесь вы ждали чего-то, ждали каких-то известий и новостей. И судя по этой карте, получите очень хорошее известие. Водолей. Рыцарь. Рыцарь чаш. Здесь движение какое-то, это какая-то поездка. Это может быть какой-то разговор состоится эмоциональный, когда вы будете, может быть, знаете, открывать свое сердце, показывать, выплескивать свои эмоции, проявлять свои чувства. Или, может быть, здесь произойдет какое-то взаимопонимание. Когда нужно кого-то понять, посочувствовать, может быть, при разговоре, поддержать. Или еще, может быть, здесь вариант, когда с кем-то встретитесь. Это как встреча какая-то может состояться. Или за чашечкой кофе, или, может быть, в ресторан кто-то пригласит, или куда-то вместе с подругой поедете, или со своим партнером. Вот. Но что-то в этот день, знаете, будет происходить такое эмоциональное. Здесь будут такие эмоции. Может быть, какие-то известия получите, и это подтолкнут каким-то эмоциям, вызвут эмоции. Либо, может быть, здесь получите какой-то сюрприз, какой-то подарок. Может быть, кто-то признается вам и будет признаваться в любви. Здесь рыцарь ваш на белом коне на свидание вас будет приглашать. И дарить вам какие-то комплименты и подарочки. Или что-то вместе будете с ним делать. Или поедете куда-то, может быть. Рыбы. Карта солнца, старший аркан. Здесь исполнение желания. Здесь успех, здесь везение. Здесь чувствовать себя победителем в какой-то ситуации. Преодолеть какие-то сложности, препятствия, может быть, в этот день. Наконец-то все. Все закончилось. Получили потрясающий результат. Здесь в чем-то повезло. Может быть, здесь финансовые какие-то вопросы разрешились. Может быть, что-то связано с повышением, с карьерным ростом. А также, если у вас есть взрослые дети, здесь может быть кто-то, один из детей, может быть, здесь из ребенка, обрадывает вас какими-то потрясающими известиями. Это как, может быть, волнение в семье. Может быть, это рождение ребенка. Что-то, может быть, будете праздновать. Это еще в плане здоровья. Это витальность. Когда вы будете полны энергии. Когда вот именно здесь будете радоваться, как ребенок чему-то. Что-то, может быть, даже праздновать. Потому что здесь вы будете лидером, триумфатором, победителем в какой-то ситуации. Вот, исполнение желания, может быть. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока.